Эх, друзья, британский Кэр Нерван. Сейчас даже сложно себе представить, что когда-то этот британский ТТ 8 уровня даже вполне себе неплохо игрался. Да что уж говорить, когда-то даже британский ТТ 7 уровня Блэк Принц нагибал. Да, друзья, я помню те времена, где-то 4 или 5 лет назад, когда мы вместе с Эзертодом на двух Блэк Принцах просто угашивали ТТ 9 уровня. Мы попадали вниз списка на карту Фьорды, выезжали на Е75 и просто его расстреливали, и он нас не пробивал. Что сейчас произошло с Блэк Принцем сложно сказать. То ли он устарел, то ли рэндом изменился, то ли балансов казался в полной заднице, но в любом случае этот британский ТТ 7 уровня ничего не может показать на поле боя. Он просто не едет, не танкует и особо не стреляет, а своей знаменитой броней может испугать разве что беременных КВ-1. Ну а если говорить про британский ТТ 8 уровня Карнерван, когда-то я проходил его с достаточно серьезными мучениями. Вначале у меня от него адово горела задница. Я просто не понимал, до этого пройдя ИС-3 и американцев с немцами, как играть на этом британце. Что на нем делать? В чем его фишка? Он был медлительный. У него была не самая супер крепкая башня, хотя кое-что она танковала. Но при этом у него было, конечно, достаточно интересное орудие. 226 пробоя, 230 урона. Это орудие больше походило на пушку для какого-нибудь СТ 8 уровня и в принципе у Центриона британского пушка такая же. Но при этом именно у Карнервана была супер-пупер стабилизация, скорость полета снаряда была за 1000 в секунду и он этой пушкой стрелял просто как лазером. Почему вы спросите, я говорю было, потому что друзья в патче 9.21 Карнервана разработчики серьезно меняют. И на мой взгляд в лучшую сторону. Причем я не хочу сказать, что Карнервана в патче 9.21 сделают имбой. Нет, его сделают сильным танком, но не имбой, потому что некоторые сильные характеристики у него появятся. А вот некоторые его старые фишки разработчики тупо у него заберут. У старого Карнервана геймплей был такой, ты медленно едешь, выкатываешься из-за холмов, у тебя очень хорошие УВНы, башня, ну по крепости средняя и при этом очень-очень точная пушка. Но при этом очень маленькая альфа, как у какой-то СТшки. И поэтому своим врагам ты чаще всего сносил там по 180, 200, 220 урона. Что конечно катастрофически мало, если учитывать, что другие тяжи 8 уровня сносили по 400, иногда даже по 450 у них вылетало. Но при этом 4 года назад ты все-таки кое-как с этим мирился и вот эта вот супер-пупер стабилизация тебя спасала. Понятное дело, по прошествию времени Танчик устарел. Он уже не мог на равных бороться с разными имбами, типа Защитника, Скорпиона, ВК-100 немецкого. Потому что ты их не всегда пробивал. Потому что в игре в нашей роли альфа. Потому что иногда выкатываясь из-за угла, давая на 200, ты получал в ответку 450. Ну и согласитесь, для медлительного британского тяжа, который еще и горит и критуется в лоб, это достаточно критично. И вот в патче 9.21 разработчики решили Корнервана поменять. Первое, что они поменяли, это пушку. И теперь у нашего британца в следующем патче будет совершенно другое орудие. Оно будет менее стабилизированное. В среднем от поворота ходовой и корпуса разработчики понерфили стабилизацию Корнервану на 12-14%. Скорость полета снаряда тоже будет хуже. Если у старого орудия она была 1020 метров в секунду, то у нового всего лишь 878. То есть снарядик такой, ну, достаточно будет медленный. И у вас будет ощущение, что вы стреляете из винтореза в игре Сталкер или PlayerUnknown's Battleground. Ну, если понимаете, о чем я. Точность на 100 метров и скорость сведения тоже будут хуже. Сейчас они 0.32 и 1.9. А будут, друзья, 0.34 и 2.3. И вы, наверное, спросите, Джофф, блин, мы в точности теряем скорости полета снаряда в том, том, пятом, десятом. А что же разработчики дают взамен? А взамен разрабы дают вот что. Про непробитие тоже упало. Было 226, станет 220. Но при этом, друзья, альфа. Наконец-то у британского тяжа 8 уровня появится хоть что-то напоминающее альфу. Опять же, это меньше, чем у Т-32. Это меньше, чем у китайца 8 уровня. Это меньше, чем у советов немцев и так далее. Но это 280, друзья. И, кроме всего прочего, у британца наконец-то появится ДПМ. Потому что раньше у Кэрнервана его тупо не было. В стоке, вот сейчас в патче 9.20, у него 1769 урона в минуту. Со всеми там досылателями, допайками можно сделать, ну, там, 2000-2100. Это меньше, друзья, чем у ИС-6 льготного према. А ведь у этого танка ни брони особо там нет, ни динамики, ни там большой льфы и такой маленький ДПМ. Но в патче 9.21 разработчики решили это исправить и там со всеми плюшками у этого танка можно будет сделать 3200 ДПМ. Это на самом деле очень много, друзья, как для тяжа 8 уровня. Это ДПМ, как у некоторых ПТСа у 10 уровня. Да, пробитие у нас не топовое. Да, альфа у нас все еще меньше, чем у многих других тяжей 8 уровня. Но теперь благодаря ДПМу мы можем хотя бы нормально накидывать урон. То есть делать это очень-очень часто. При этом у нас, конечно, упала точность. То есть стабилизация хуже, время сведения хуже, точность на 100 метров хуже. То есть из снайпера Карнервен превращается в такого вот, скорее, набивателя через холмы урон на ближней дистанции. Конечно, вдаль вы тоже все еще можете покидать. Но, в отличие от старой версии танка, теперь вы не будете гарантированно попадать, как будто стреляете из какого-то плазмогана а-ля Е50. Потому что, опять же, скорость полета снаряда тоже очень серьезно упала. На 10-15%. Но вы, опять же, спросите, Джофф, ну окей, ДПМ увеличился, альфа увеличилась. Но башня-то была плюс-минус картонная, блин, и там особо из-за холмов не повыезжаешь. Вот тут разработчики тоже молодцы. Они в патче 9.21 усилили Карнервену бронирование и корпуса, и башни. По корпусу, честно говоря, особой разницы я не заметил. А вот башня действительно стала намного бронированней. По сути, друзья, это теперь практически та же башня, которая стоит или на примусе Виктория, или на премии ФС-4202П. 254 мм брони во лбу. Вот с такой башней, с УВНами минус 10, Карнервен теперь действительно может нормально потанковать. На таких картах, как Тундра, Песчаная река, Вестфилд или какой-нибудь там Рэдшер, там, где, короче, куча холмов, вы реально можете из этих холмов выкатываться и очень хорошо вытанковывать. Я, друзья, специально покатался на общем тесте на этом танчике, попадал регулярно против разных там десяток, смотрел, что вытанковывает этот танк, что не вытанковывает. Восьмерок танкует просто стабильно. Да, я уверен, что после выхода на основу, все посмотрят коллижен модель этого танка, найдут какие-то там слабые места, крышу башни, лючки, там, может быть, подбашенное пространство, и будут туда закидывать. В этом плане, конечно, сомнений нет, слабые места, скорее всего, у этого танка есть. Но, с другой стороны, все равно, друзья, башня очень и очень крепкая, реально можно стабильно выезжать, вытанковывать восьмерок и им накидывать, накидывать, накидывать. Конечно, небольшую фрустрацию вызывает то, что теперь пушка у тебя не такая суперточная, как раньше, и ты теперь не можешь с практически идеальной стабилизацией, как у ФДС-15Б, кидать по всем врагам. Теперь приходится досводиться, там, аккуратненько выцеливать, и, конечно же, всегда помнишь, что у тебя медленно летит снаряд. К сожалению, он реально летит очень медленно. Раньше упреждения ты практически не брал, и стрелял, и все, летело прямо в цель. Теперь твой снарядник летит медленно, как будто, я не знаю, ты на Хетцере играешь или на КВ-2, и приходится чуть более осторожно брать упреждения. Ну, я, друзья, считаю, что вот эта вот худшая точность пушки, она стоит того, что у нас, наконец-то, появился нормальный ДПМ, нормальная, хотя бы более-менее человеческая альфа-280, да, и теперь у нас регулярно вылетает урон, там, где-то 290, там, 300, ну, то есть мы хоть нормально что-то сносим. Вот, ну и, конечно же, самое главное, друзья, это нормальная бронированная башня. Раньше башня у Корнервана типа тоже была там типа бронирована, но она, возможно, танковала в 2013 году, но в 2017, понятное дело, эта броня абсолютно не котируется, учитывая даже то, что в рендоме куча сербоголды и плазмоганов, и разных премиумных имб. Ну, а вот эта новая броня, 254 миллиметра, да там еще и под небольшими наклонами, да, друзья, вот с ней играется реально приятно. И все еще, конечно, у Корнервана есть большие минусы. Он пробивается в лоб, у него картонный корпус, у него картонное ВЛД и НЛД, он критуется в лоб, он в лоб поджигается, у него в лоб критуется боевая укладка, у него в борта критуется боевая укладка, ну, это типичный картонный такой вот взрывоопасный британец, плюс он слуопочный, то есть вы, знаете, вы как на Т-32, можете подъехать на какую-то позицию, но если вас союзники бросили, уехать с нее вы уже не сможете. Вы не ИС-3, и вы не какой-то там более подвижный ТТ восьмого уровня. Нет, вы если приехали, то вам нужно эту точку держать до конца. Но все равно, новый Корнерван мне реально очень нравится, не скажу, что это прям супер-эмба, нет, свои минусы у нее есть. Но реально у разработчиков получился отличный сбалансированный танчик. Так что, друзья, если вы сейчас думаете о том, качать или не качать себе вот этого нового супер-конкерера, новый британский ТТ 10 уровня, и вы думаете, наверное, о том, что, блин, придется идти через эти британские кактусы, то у меня для вас хорошие новости. Одним кактусом меньше. Корнерван это больше не машина для страданий, это реально хорошее ТТ. Да, Блэк Принц все еще, на мой скромный взгляд, не очень, но он реально в рендоме страдает сейчас и ничего сделать особо не может. Но после него вас ждут, в принципе, годные машины. Корнерван, конкерер 9 уровня, хороший тяж, ну и супер-конкерер 10 уровня, который, мне, конечно, кажется скучноватым, но при этом все равно может дамажить, танковать и хорошо себя показывать в рендоме. Спасибо, что посмотрели этот видос, пишите свои впечатления от нового Корнервана, понравился он вам или нет. Я лично считаю, что сейчас в рендоме, в патче 9.21, эта машинка действительно сможет оказать достойное сопротивление другим тяжам 8 уровня и не будет уже просто мальчиком для битья. Действительно, непробиваемая башня, ДПМ, нормальная более-менее альфа и УВНы. В принципе, если арты в бою нет, что еще нужно для счастья? Так что пишите свои впечатления, катали его, не катали, жмите лайк видосу и увидимся в новых видео и стримах. Пока-пока!